В детстве он безумно стеснял со своего знаменитого отца. Актером он захотел стать только потому, что мечтал сыграть в двух спектаклях. В списках «Незначился» и в «Легенде о Тиле». Сегодня в его послужном списке работ намного больше, чем он планировал в юности. И к нему подходят за автографами, потому что он стал любимым актером. Сегодня мой герой – заслуженный артист России Андрей Леонов. Андрей, здравствуйте! Спасибо вам большое, что вы пришли. На самом деле, познакомиться с вами я мечтала уже давно. Вот вам в детстве, когда вы маленькие совсем были, говорили, что вы на папу похожи или на маму? Когда говорили на маму, я радовался. Когда говорили, что я похож на папу, я вздрагивал всегда и убегал в дальний угол, забивался туда. И не хотел показываться гостям, их ненавидел, вычеркивал из своей жизни. Потому что в сравнении с папой ребенка очень раздражало. Особенно говорили, что очень похож. Я говорю, как мама такая у меня симпатичная, у нее носик такой аккуратный. У папы был такой картошечно-образный. Поэтому в сравнении с папой меня всегда глубоко задевало. Что задевало, Андрюш? Ну, сейчас я только радуюсь, когда говорят... Нет, понятно. А вот маленького мы же о детстве... Ну, маленького, вы знаете, куда бы вы ни шли, мне раздражало, что все время обращали внимание. Негде было как бы укрыться. Вот все время такое пристальное внимание. Ой, какой мальчик хороший. Ой, как он, такой сисюк. Ну, не знаю, почему. Мне хотелось всегда быть более взрослым, может быть, не знаю. Но мне хотелось от папы чуть подальше, даже на улице, находиться. Метров 4-5 я шел сзади него. Если у меня были чистые одежды, мне покупали куртку какую-то. Я ее старался грязью почему-то измазать. Я вот не могу это до сих пор, может быть, до конца объяснить, разобраться в этом. Но мне это не нравилось. Ну да, получается, что это какое-то вмешательство в вашу детскую жизнь. То есть папой я фактически вдвоем... Ну, сложно было куда-то поехать, как-то побыть с папой. И только в машине я мог расслабиться, с ним попеть песни. Мы ездили на нашей Волге. 21-й, помню эти путешествия. А сзади были сиденья или еще был диван? Мама там спала, потому что мы ехали далеко. В Винницу один раз поехали, путешествовали. Папа не торопился. А он за рулем был, да? Да, но он ехал очень медленно. Ему когда-то сделали замечание, что давай быстрее уже. Слушай, мы едем два дня-то там всего-то ехать. Он говорит, мы же никуда не вам, мы просто гуляем. Путешествуем, да. Вот мы просто гуляем. Вот так и получалось. Частые остановки, перекусы. Мама, кстати, очень хорошо готовила. И поэтому бутербродики, он какую-то горелку купил. Поэтому все это вот, это все. Да-да-да-да. Я помню, все это было. Ой, это класс какой. Осталось послевкусие. Вот это редкие минуты, когда мы были как бы вот с ним наедине вдвоем. А вот то, что его профессия тяжелая, как и ваша сейчас, да? Вы в детстве понимали? Я был так далек от всего, от этого, пока не случилось чудо. Я пришел в театр Ленинского комсомола, наверное, я учился в восьмом классе. И увидел два спектакля, которыми перевернули мою жизнь в списках «Не значился». Вот. И «Тиль», «Тиль». Главной роли Николая Петровича Карачинцев. А в списках «Не значился» это Проскурин. Видите, вы первый Проскурин. Абдулов Проскурин. Абдулов Плушникова играл. Проскурин играл Сальникова. Это было... У меня просто вот было желание выучиться на актера, попасть в этот театр и просто находиться рядом с ними. Было действительно потрясение у меня, которое осталось на всю жизнь. В детстве дома какие-то были традиции при таких занятых родителях? Чему спрашиваю? Потому что у меня тут есть всякие предметы, которыми я хочу поражать ваше воображение. Так, так. У меня вот есть мандарины. Я знаю, что на Новый год они были всегда. И маска волка. Маска волка я узнаю. 64 копейки стоит она. Да ладно, да, вот это... Я клянусь вам, вон там написано. Я злой серый волк, да, я помню. Да, да, да. Я в поросятах знаю толк. Толк. А-а-а. Да. Трогательно. Ну, я вам скажу честно, что мандарины, мы были перекормлены этим мандаринами. Папа вот построил социализм не в отдельно взятой стране, а в отдельно взятой семье. Потому что у него была просто задача наипервейшая. Накормить всех. Накормить. Может быть, это у него от родителей, от мамы. А может быть, потому что во время войны такая история была. Они здесь с братом, с дядей Колей сказали родителям на перроне, прямо перед составом, сказали, мы никуда не поедем, Москву не сдадут. И они вернулись на Васильевск, напротив Дом кино, вот этот дом. Они подчинились им. Они сказали, да, согласны. Вернулись с вещами, они с вещами уже стояли перед этим эшелоном, вместе с заводом, чтобы уехать куда-то, в какой-то дальний город. Они взяли эти вещи и пошли. Домой. Домой. И все вот это время. То есть всю войну в Москве. Голодная, я думаю, что, может, папа, он, кстати, так любил всегда тушенку с картошкой. С картошкой? Говорит, любимая просто его, это самое. Да. Поэтому мандаринами меня не удивить. Мама ругалась жутко, страшные были скандалы. Зачем ты купил ящик мандарин? Они же экспортцы. Говорит, ну как, ну давай, пускай полежат, ничего, дойдут, еще вкуснее будет. Ну, что? Вот такой человек. Смешная. А учиться интересно было в школе? В школе учиться? Вы про меня говорите? Да, конечно, про кого же? Вы мой герой. Более страшного периода в своей жизни, я не припоминаю, что это была каторга, это было такое страшное. Но я сейчас понял, разгадку я нашел, почему я был отстающий и был худший. Наконец понял все. У меня, значит, старшая Аня 7 лет, Миша 4 года. Вот Миша ходит в детский садик, сначала Аня ходила в детский садик, 2 дня ходит, 2 недели болеет. Сейчас, значит, рекорд, неделю ходил в детский садик, сейчас болеет, кстати, да. Аня прошла это, ходит в школу, но он ее цепляет, болеет, и она тоже не ходит в школу. Она пропускает. Вот я помню, что я очень часто болел. А, вот, вот, разгадка. Вот я нашел, да, наконец, причину, почему я плохо учился. Но потом мне стало уже скучно, потом была уже совсем тупиковая ситуация, потому что я отставал по всем предметам, кроме пения и физкультуры. Вот, пел я прекрасно, громко, это точно. Я хочу, чтобы сейчас о вас сказал ваш как раз одноклассник, Игорь Свирин. Ой, это очень приятно. Андрей, в общем, он в школе-то учился, прямо скажем, не очень хорошо, но учеба, это не про него. То есть Андрюша себя идентифицировал в детстве как актера, поэтому ничего другое ему не нужно было. Учеба у него не была на первом месте никогда. Когда там приходили родители на родительские собрания, что в наше время было довольно часто, ежемесячно. Но плюс в силу не очень хорошей успеваемости Андрея их вызывали еще периодически разные преподаватели к себе на беседу. Ну, просто было вот видно, как Андрей понура ждал прихода своих родителей. То есть после уроков, когда все еще в школе, все еще видят такой проход по коридору. Коридор как-то замолкал, сразу стихал. И все наблюдали за этим проходом. С одной стороны шел доцент, а с другой стороны шел Винни-Пух. То есть это одновременно было и немножко грустно, и очень смешно. У Андрюшки-то у него половина оценок, там троек-двоек у него были по поведению. Даже такой предмет был. Андрюшка в душе бунтарь. Ну, он не диссидент, конечно, да, в брежневские времена это понятно. Но он бунтарь, по-моему, до сих пор таким ему и остался. Неплохо, неплохо. Неплохо. Так, а у вас есть, извините меня, ручка и листочек бумажки? Да, листочек, пожалуйста, ручку дайте. Ага. Я буду крестиком отмечать, кто хорошо говорит обо мне. Ага. Сейчас ручку принесем. Давайте, давайте. Ага. Я хочу вот что спросить. Если так, ему было в тягости отцу ходить, зачем он туда ходил в школу? Вот меня когда вызывают... А кому еще ходить? Мама не выдерживала. Я не хожу. Нервная система у нее слабая была. Три минуты, все, она уже... Ага, да? Потом еще и наказания были более жесткие. А с папой можно было минут через 20 договориться уже, когда мы шли пешком от паркультуры, это школа 23-я, до 3-й Фруненской. Да, да, да. Время он остывался, и как-то все спокойно приходили, как-то мы к положительным результатам, что не так все плохо, не надо меня переводить в лесную школу. В лесную, да, он грозился. Да, ой, ну это вот, да. Сейчас прошло время, и иногда вот думаю, папа, ну тогда вот так вот про себя думаю, ну дай ты мне, ну дай ты мне по башке, ну что ты вот все вот... Ну вот он не мог перейти вот эту границу, вот в нем какая-то вот такая природная интеллигентность, воспитанность, ну вот он никак, а ведь мне иногда вот действительно сейчас, ну может быть надо пожёстче, не знаю. А вас это не огорчало, вот это его огорчение и мамины тоже, родительское огорчение? Ну как-то я быстро успокаивался. Быстро, да. Да, я начинал играть в игрушечки, солдатики, поэтому это всё так до 10 класса и проиграл. Я любил очень болеть, кстати, потом это вошло в привычку. Родители уходили на работу, я был предоставлен сам себе. Ой, это прекрасно. Да. Это лучшее время в жизни. Единственное, что хорошо, что из этого вот я вынес это... Я научился читать. Читать. Во-первых, мне с детства дедушка с бабушкой просто вот сидели рядом и читали, 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 пока я не засыпал. Потом садился вместо бабушки дедушка и продолжал читать, читать, читать. Что у папы? В руке какая-то книга умная. Да-да-да, с дяденьками на обложке. Я не вижу сейчас названия. Видите, с детства меня пытались уже в меня внедрить. Вы знаете, у нас есть книжка, у меня есть книжка такая пронзительная, называется «Письма к сыну». Это папа ваш написал. Вот она такая, какая она есть. Традиция такая у него была, привычка. Зачем он их писал? Честно скажу, писем не было. Это то, что он, может быть, так скажем, не высказал при жизни. То, что мы не договорили. А у вас сейчас есть возможность поговорить с сыном? С каким из них? Ну вот с любовью. У меня есть старший, старшему 30 лет. Он живет в другой стране. Когда мы встречаемся, мы разговариваем, ездим даже на дачу. Специально у нас такие вечера. Я его приучаю к русским закускам. Ну, конечно, мы разговариваем, делимся. Ну, мы достаточно часто видимся в Швеции. В Швеции он и закончил институт театральный. Тоже пошел вот по этому пути скользкому. С Мишей, Мишей 4 года, но он только наблюдает пока еще, пока присматривается. Ну, сейчас самое время для разговоров. Вот тоже. Сейчас я его тоже начинаю сказки читать. Я вчера от мамы привез несколько книг, которые я когда-то тоже в детстве читал. Поэтому вот сейчас попробую внедрять в него тоже этот книг. Михаил Цустриняк тоже ваш. Одноклассник, да? Однокурсник. Однокурсник. Да. Андрюш Леонов, мой товарищ, он папу очень любил. Очень любил. У него были очень смешные отношения. Там очень было много построено на шутках, на каких-то подколах. Невозможно было ехать в машине с ними, потому что, если Андрюша сидел по тем временам за рулем, Евгений Павлович им руководил, Андрюша бросал руль. Да, это было страшно. И они как-то в какой-то жестикой. А я сидел сзади, и я думал, что это моя последняя поездка. Потому что это был крик, вопли. Ну, опять же, с переходом на шутки, и тут же с переходом на какую-то ругань, советами и так далее. И это было смешно. Смешно и страшно. Я так понимаю, что актером вы быть не собирались, и родители вас поэтому не отговаривали от этой профессии? Или это не правильно? Папа не вмешивался, мамы не вмешивались. Как вот будет, так и будет. Кто-то из них, потому что мама же работала тоже в театре и занималась литературной частью. В литературной части работала, да. И все понимала. Кто из них с вами занимался? Занимался. Ну, я папу стеснялся, сразу скажу. Ну, как-то вот сесть и ему рассказывать свою программу. Как-то вот я зажат был. Александра Исааковна Ремезова, вот, это мой первый, фактически, учитель, потому что я ей открыл свою душу и индивидуальность. Она терпеливо сидела, слушала. Это все перед поступлением в Щукинское училище. Мы с ней проходили эту программу. Она даже сказала, за неделю рассмотрев меня, она сказала, ну, Андрей, надо тебе, знаешь, тебе надо с кем-то подружиться, с таким, ну, немножко, может быть, наглым, каким-то более развязанным, чтобы у тебя был приятный. Тут ты уж больно такой, как-то она мягко сказала, домашний, домашний. Нужно же готовить стихотворение, да, или что там. Да, я благодаря ей тоже нашел, ну, хорошую, как мне казалось, программу. Я выучил вот единственное стихотворение «Крокодил». Жил-да был «Крокодил» Корнея Чайковского. Вот это, да. Да, потом у меня был Ванька Жуков. Ой, Ванька Жуков, да. И басню я уже не помню. Ну, вот это мы отрабатывали, отрабатывали. А потом я уже настолько осмелел, что с папой стал тоже проходить... Про «Крокодила». Про «Крокодила», помню его разбор. Я даже иногда делал ему замечание. Пап, ну что ты там, это самое... Мне кажется, это неправильно, что ты говоришь. Что-то мне не нравилось, раздражало. Ну, как обычно, вот, бывают, когда близкие отношения, и немножко все чрезмерно эмоционально. Вот, но его разбор я помню до сих пор. Он говорил, ну ты представь, что сосед просто, это разговор о соседе, который живет рядом, он не очень счастливый человек, его обижают. Сосед – это вот этот крокодил. Вот поэтому ты и говоришь с этим представителем. Жил, да был кто? Ну, Иван Иванович, жил, да был крокодил. Вот. Он что делал? Первое, запиши. Он по улицам ходил конкретно. Второе. По папиросу он курил, да. Он же по-турецки говорил, по-турецки говорил. Вот такой вот у нас. Вот он говорит, вот простая история, ты вот ее перескажи от себя как бы, вот как ты вот чувствуешь. Про не очень счастливого человека. Ну да, он же какой-то странный. Да, так что вот видите, вот. Поступили? Поступил, да. И там тоже продолжали болеть, болеть? Нет, я вылечился. Вылечился, да? Да, но другая напасть через, наверное, через два года мне вот эмоционально все слынуло, все эти мои порывы, и мне вдруг как-то расхотелось. Быть актером? Захотелось стать военачальником, крупным причем. Вот. Засобирался в армию, меня вызвали к ректору. Был разговор такой серьезный, как же так, ну ты должен хотя бы доучиться, я уважаю твои решения. Но надо доучиться, и потом уже ты можешь выбирать театр или армию. Ну, честно, я признался, что мне не хочется играть. Меня почему-то вот давали мне там отрывки Том Сойер. На выпускном я играл мальчик, который 13-летний, который выдает себя за пятилетнего. Это такое оскорбление было жуткое. Ну, в общем, выдавили. Вот. Я хотел играть солдат, которые вернулись с фронта, которых обманули жены, там что-то еще. Мой вот Миша Цыриняк как раз играл такой отрывок. Я ему жутко завидовал, потому что, насмотревшись в Ленкоме, Проскурина в списках не значился, Тилюлин, Шпигель. Конечно, мне хотелось вот такие героические роли. Выйти на ван-сцену. Я родина, я умираю. Я, кстати, когда играл все-таки уже вместо Виктора Проскурина, это уже позже произошло, когда я работал. Я помню, как люди в зале кричали не браво. Такое было эмоциональное потрясение. Они кричали ура, ура. Вот такой был такой вот порыв. А сниматься вы начали еще в институте или уже окончив институт? Нет, в институте. Мне кажется, третий или четвертый курс был. А вы имеете в виду... Ну, первый фильм какой? Обыкновенное чудо вы имеете в виду. Нет, что-то я этого, мне кажется, такое вытворял. Это было летом. Начали съемки. Ну, лучше бы я не снимался. Обыкновенное чудо. Это был мой первый опыт. Первый негативный для меня опыт. Я был настолько далек от этого процесса творческого. В общем, я отдыхал в Норосе, в международный лагерь. У меня там была компания. И когда меня вызвали на один день до съемки, у меня обратный билет был туда в веселье. Так. Вот. И Марк Антоневич говорит, мы не успели там два плана, значит, надо завтра. Я говорю, нет, я не могу. Я хочу... Ну, я говорю, у меня билет, меня там ждут. Для меня важнее была та жизнь. Вот. Поэтому этот осадок остался и у меня, и у Марк Антоневича, наверное, на всю жизнь. Вот. Ну, видите, все вот как бывает. Нет, но мне кажется, он мудрый человек. Он понимал, что это мальчишка совсем, да? И что ему веселее, ну, там, где ему веселее. Что тут особенного-то? Или это серьезный проступок, Андрей? Я считаю, что это более чем серьезный проступок. Правда? Да, да, да. Я не могу себе это простить никогда. Просто это только подчеркивает, как я внутренне был не готов. К профессии? Да, конечно, ко всему, да. Ну, смотрите, там... К этой взрослой жизни вообще. Ну, давайте сначала отрывок посмотрим из окна иного чуда, а потом поговорим еще дальше. Давайте, я сейчас выпрыгну в окно. Ученик тоже мне называется, убить тебя мало. Письма отнес? Отнес еще до буря. И начальник охоты? И начальник. А когда шел обратно, следы видел? Заящи, лиси. Черт, следы. Нечего мне заниматься всякими глупцами, когда там внизу всякие завистники и глупцы роют мне яму. Может, не роют? Не-не-не, роют, копают. Меня же копают. Вот меня сейчас вообще копают все. Ну и пусть себе. А мы настреляли бы дичи целую гору. А не нам яму роют? А мы им добычу. Вы меня сейчас поразили в самое сердце. Ну, понятно, что мы все там помним этот фильм по минутам, по планам, по цитатам. Но вот этот мальчишка, ученик охотника, он абсолютно всем памятен. Ну, согласитесь со мной. Мы его все знаем. А вы говорите, это такой негативный опыт. Лучше, интереснее. Вы знаете, я честно скажу... Нет, ну ладно, но могло быть вообще все по-другому. Мы могли бы жить в раю, если бы не Ева. Ага. Понимаете? Так, так. Я чувствовал себя очень нажатым. И когда Андрей Миронов, мой папа, меня просили, там надо было сесть, около там этого буфета, я даже не мог вот сесть органично. Мне говорят, ну ты ноги-то, расслабь немножко-то. Я говорю, я не могу расслабить ноги. Они у меня не сгибаются. Вот. Ну, в результате кое-как сняли. И с каждым днем все хуже и хуже становилось. Вот что. Деревенел. А отчего, отчего? Может, ругали вас? Я потом папе объяснил. Говорю, больше мы с тобой вместе не должны, папа, сниматься вместе. Категорически. А театр это совсем другое. В театре мы с ним на сцене играли спектакль «Вор». Он меня поучал даже на сцене. Успевал даже заниматься воспитательной работой. Сынок, осторожнее, давай говори текст, а то ты засыпаешь. В общем. Вот. Но, да, это был такой осадок какой-то остался. А вы боялись разочаровать своих? Вот маму, там, я не знаю, папу, родных? И сейчас боюсь. Такая ответственность, она, наверное, действительно тянется с детства. А он не такой, он не сможет, но это папа, это папа. Но это всегда подсознательно как-то, наверное, срабатывает. И хочется все время доказывать, 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 доказывать. Не знаю, может... А в армию вы пошли, окончив институт, абсолютно благополучный московский мальчик, тоже для того, чтобы доказывать? Или чтобы стать крупным военачальником? Генералом. Генералом. Да, я сейчас говорю, вот, у вас папа генерал. Так что, ну... АПЛОДИСМЕНТЫ А мама генеральша. Независимый от всех актер, жаждущий вот новых ролей и востребованности. Папа с мамой были в шоке. Год я поработал в театре, но понял, что... В коме? Да. Я уже даже что-то сыграл. Ну, я, во-первых... То есть Захаров, несмотря на то, что произошел вот этот эпизод там неприятный, он вас в театр взял? Взял. Ну, я думаю, что папа здесь, конечно, сыграл большую роль, преемственность, то есть я в пятый-десятый. Но, тем не менее, я... Да, в третьем курсе я, во-первых, уже играл в театре, в спектакле «Вор». Там понадобился мальчик, вот, взяли меня. Ну, в общем, вот поработал в театре год и решил, что надо все-таки стать еще более самостоятельным. Я, значит, ушел в армию. Подождите, то есть вы взяли аттестат, военный билет или что-то и пошли в военкомат, и сказали, товарищ военком... Нет, похитрее был все-таки, уже повзрослел, поэтому я подошел, значит, сначала нашел в этом военкомате прапорщика. Я говорю, я не просто хочу в армию, а хочу, чтобы меня по блату устроили. Я хочу быть командиром, например, танка. Я хочу быть героической личностью. Хочу вот попасть именно туда, вот Ковровская, я где-то услышал, Ковровская и Танковая, значит, там учили на командира танков. И именно туда я добился того, что меня направили в Ковровской, вот этот танк в училище. Танк я видел, к сожалению, сразу скажу, раз пять. Но в результате все-таки я стремился выполнить свою задачу поставленную. А родители? Я запретил сразу, папе сказал, ни в коем случае, папа, ни в коем случае, никогда. Я буду, получится, приеду всегда, но ты не должен пересекать границы вот этой части. Дай мне, пожалуйста, спокойно послужить. Послужить. Ровно через месяц папа приехал. С мамой, с мандаринами, с курицей. Ну вот эти два года... Полтора. Полтора. А потерянное время для вас, Андрей, или нет? Нет, я был первые, наверное, три месяца, четыре счастлив даже, что... О, я всем говорил со своим служим, говорю, о, вы не знаете, что бывает в театре. Вот это здесь-то так себе. А я помню, что меня еще в театре стали все учить, делать замечания. Это не так. Ты неправильно здесь реплику это говоришь. Потом я научился отвечать. Не знаю, сам придумываю или папа, не помню. Я говорил, вы знаете, а меня Марк Антонович лично об этом попросил. Именно вот так отвечать, вот говорить эту фразу. О, да, ну, раз Марк Антонович. И все, как-то все затихли, отстали от меня. Вот, поэтому до сих пор ненавижу, когда актеры друг другу делают замечания, поэтому... А режиссер когда делает, это нормально? Ну, да, это надо пережить, остаться после этого в сознании. Но, да, это приемлемо. Нет, смотрите, вот с вашей актерской точки зрения, актер играет хорошо, когда его ругают или когда его хвалят? Главное, чтобы не били еще при этом. Ну, вы знаете, я вам расскажу эту историю, так я никогда публично ее не рассказывал. Было страшно не то, что вот выйти текст говорить, было страшно иногда в ленкоме мне вот к сцене подойти, ну, такая ответственно-чрезмерная, не знаю. Вот, и мы играли, репетиции были, спектакли «Диктатура совести». У меня там была небольшая роль, в финале целый у меня был кусочек такой. В середине спектакля я выходил и говорю, в зал. «А полпот, трагедия Кампучия». И Марк Антосич сидел в зале и говорит, ну, Евгеньевич, как-то вы, как-то энергии надо как-то подсобраться, надо порадовать нас энергетикой. Я говорю, ага, сейчас, сейчас. «А полпот, трагедия Кампучия». Он говорит, ну, давайте завтра вы нам это самое почитайте, что-нибудь там подумайте, и завтра скажите, вот, наполнено это все как-то. Ага. На следующий день, значит, я, а там была у меня пауза перед выходом, и я, значит, не знаю, как вот это сыграть, как это сделать, и, естественно, страх был. Вот, я, значит, за кулисами накуривался, чтобы выйти, и голова, чтобы немножко кружилась, и думал, вот сейчас я выйду. Я, значит, напихав себя вот это все, дым шел уже у меня из ушей, и все, я выходил. «А полпот, трагедия Кампучии». Он говорит, сейчас получше, Андрей Евгеньевич, получше сейчас, но как-то вот недостаточно. Давайте завтра вот пойдите в библиотеку, почитайте все, там, про полпота. Вы хоть знаете, кто такой был полпот, трагедия Кампучии? Я говорю, да, 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 ага, хорошо. Завтра я, значит, еду к Виктору Альпуевичу Дубровскому, зафлип театра Маяковского. Он мне все рассказывает, потому что нет интернета, куда там, библиотеку ночью после репетиции. Он мне говорит, да, вот полпот, генсари, это вот трагедия Кампучии. Ну и, значит, на следующее утро я выхожу, а Марк Антонич еще сказал, вы нам лекцию дайте. Расскажите просто, что вот вы узнали. И я, значит, это буквально принялся. Вот, и выхожу. Значит, я вот хотел, Марк Антонич, сказать вам про полпота, трагедия Кампучии. Он говорит, Андрей Евгеньевич, отдайте эту реплику Ракову. И на этом участие в этом спектакле фактически закончилось. Так что вот видите, какие бывают перипетии. Какой кошмар. Нет, это я говорю с радостью. Да я понимаю, да, я тоже ликую. Это опыт, который не сразу приходит. Потом я просто понимаю, что никогда не надо кого-то обвинять. Лучше, и отец об этом говорил, лучше начинать, ну, как бы, все-таки искать в себе какие-то ошибки. Не готов, не собран, не подготовился. Это очень важно. Да видите ли, в чем дело? Если вот так бесконечно в себе, безостановочно ковыряться, то это можно в себе, знаете, какие дыры проковырять? Можно, можно. Через которые вообще усвистит все туда, куда, в принципе, лучше не заглядывать. Это да. Ну, вот вы знаете, спасение приходит в партнерах, друзьях, близких. Папа меня всегда поддерживал, надо сказать. Ну, сынок, ну это как? Ну да, это марафон на всю жизнь. Когда-то получается, когда-то нет. Он говорит, сколько я прорыдал. Яншин, как мне, тоже при всех говорил, мышиный жеребчик, задницей своей тут. Он выходил, дети ванюшины, никак не мог одну фразу сказать. Вот я и приехал, вот я и приехал. Он говорит, ну что вы, ехали через всю страну, разруха, убивают, а вы приехали, ну что, поверхность. Вот я и приехал. И пока вот он там 20 репетий, 15, вот эту фразу не могли сдвинуться. Потом через слез заплакал, упал сундук. В общем, только вот тогда получилось, какой-то был внутри такой вот. Поэтому сложно сказать, что правильно. У каждого свой путь. Кто-то может сказать, мне это не волнует, не замечание. Идет своей дорогой. Иногда через помощь извне, партнеры, товарищи, близкие. Ну, главное, чтобы этот путь был, оставался. А Олеся Железняка, это партнер ваш? Да, мы с ней достаточно сейчас, в последнее время, все чаще и чаще встречаемся на сцене. Сейчас она про вас расскажет. Андрей, он очень, знаете, какой, он очень наивный, очень добрый, очень веселый, сумасшедший. Наивный, я сказала, мнительный, подозрительный. Мы с ним играем в спектакли, вот, играем любовь с ним, вот, у него бывают такие синие глаза в свете софитов. Немножко постарше меня Андрей на год, вот. Вот, но я себя ощущаю его своим младшим братом. Младшим братом? Или сыном иногда. После спектакля он начинает громко петь, времерный. Таким голосом, который он никогда не слышал, даже не ожидал, что он обладает таким, каким-то оперным, значит, каким-то голосом. Вот, он, видимо, от того, что все прошло, закончилось, он так радуется, что у него вот это вот то, что не успело выйти, не было там возможности. Оно, значит, потом выходит, вот он дарит нас, даривает с какими-то песнями военных лет, морскими. Еще он любит разную форму, все время приходит и хвалится какими-то кителями 43-го года, 45-го. Все время какие-то показывает, вот мы смотрим на него, говорим, красиво, Андрей. Нет, мне кажется, она влюблена в меня. Но это пятерочка, Олеся, это... Мы тут все влюблены в вас. Про папины дочки я хочу спросить, про сериал, который посмотрели все в «Державе нашей». Ну, это не преувеличение, согласитесь, правда ли? Скажите, пожалуйста, ведь это производство просто не за страх, а за совесть. То есть это с утра до ночи, 6 дней в неделю или сколько, 7? Несколько лет. Несколько лет, да. Вот это как все можно пережить, переварить? Ну, я вам хочу сказать, что самое лучшее, что у актера это вот бывает, это работа. Это прекрасно, когда ты востребована, что из-за дня в день ты приходишь на съемочную площадку, привыкаешь к этому режиму постепенно. Вот, ну, слава богу, все как бы вот случилось. То есть втянуться можно? Конечно, да, 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 да. А скучно не становится? Никогда. Нет, мне очень нравилось. Потом с девчонками. Такая компания у нас хорошая. Вот, такие были. В начале вообще Алдонин же, Галкин были такие режиссеры. Потихонечку-потихонечку выстраивалось. И вот, слава богу, завершилось. Ну, все-таки, слава богу, она говорит Андре Леону, что завершилось. Всего приходит конец. А награды имеют значение? Вот это важно, признание награды? Или важна только работа с утра до ночи? Ну, тут главное не зацикливаться на признание. Ну, сегодня признание, завтра, не дай бог, ошибку сделаешь какую-то. И с высоты-то можно и упасть, разбиться. Так что, аккуратнее с этим, с признанием. Но награды приятны, конечно. Приятны, когда дети подходят, узнают, говорят, ой, как хорошо, что в моем детстве вот мы встретились. Самая большая награда. Вы знаете, если вот чудо происходит, когда совпадает. Вот литература, режиссер, партнеры. Это вот такое счастье, я больше вот редко, когда испытываю такое. Реакция зала. Когда, вы знаете, вот бывают иногда в протяном низу кукушки, в финале, вот, когда вот зал, какое-то вот одно дыхание у нас. Мы на одной волне существуем. Эти паузы. Когда-то Абдуллу говорил, я ведь могу сколько угодно паузу держать. Я вот чувствую зал. Это вот такое счастье, когда взаимопонимание возникает. Наверное, это очень важно, когда ты можешь на что-то повлиять. Кто-то улыбнется. Ну, хоть один человек улыбнется в зале, уже это... Важно. Уже жизнь, да, не зря просто. Хорошо. А дети? Старший сын актер. Учился в театральном, в Стокгольмском театральном. А вы не отговаривали его, не говорили только через музыку? Наоборот. Я говорю, молодец, давай, давай, дерзай. Он приезжал, привозил в Москву свой спектакль, моноспектакль, сам придумал музыку. Для него это очень важно. Вот людям донести, например, о иммиграции. Мама иммигрантка из Чири с родителями. Они оттуда бежали, когда был переворот, переехали в Швецию. Ну, это вот жизнь иммиграции. Вот почему-то это его так вот заволновало. Иммиграция, одиночество. А вы, вот как вам помогал папа, вы ему тоже помогаете нам на сцене? Какие-то советы он принимает, что-то нет. Он говорит, ну, пап, не надо, я сам-сам-сам. Ну, я говорю, хорошо. Мне не нравится, что в твоем монологе все так хорошо придумал. Папа погибает. Поэтому, сыночек, ты мог бы переписать, потому что наследство может резко сократиться. Но он упрямо все оставил, как есть. А с маленькими вы с ними так же мягки, как с вами был Евгений Павлович? По-разному все бывает, но никакой жесткости. Так, в общем, ни я, ни супруга не позволяем себе. Бывало иногда, может быть, в угол. Это ужасно, но... В угол это прекрасно. Ах, вот когда же. А, ну, значит, еще так. Значит, и в угол. В угол это прекрасно. Все нормально абсолютно. Поставлю сегодня в угол кого-нибудь из нас. Приятно. Ну-ка, давай. Это если будет надо. Если не надо, не надо. Как раз Анастасия сейчас, ваша жена, нам немножко расскажет. Андрюша занудный бывает иногда, но... Знаете, что это за человек? Если вдруг на него находит вот это занудство, возможно, взятое оттуда же, из этой же крови, его очень легко переключить. Его можно просто сзади подойти и обнять. Все. Все. Больше никаких не будет проблем. Мы не можем поссориться. Мы никогда с ним не ссоримся. Андрей всегда любит говорить, ты вытащила лотерейный билет. А я не спорю, это правда так. Потому что я чувствую это, я имею право сказать. Я чувствую, он безумно любит меня, безумно любит детей. Он безумно любит свою маму. Он абсолютно человек семьи. Ага, я понял. Мне кажется, она манипулирует, наверное. Нет, нет, помните, как фракенбок. Любите ли вы детей? Да как вам сказать? Безумно. Безумно, да. Скажите, пожалуйста, если бы сейчас вы бы встретили где-то там болтающегося возле Вахтанговского училища или Ленкома 20-летнего Андрея Леонова, вы бы ему что сказали? Живи своей жизнью, верь в себя, вот, и всегда помни, что мы, ну, как бы, если там, папу я вспоминаю, что мы тебя любим. Это очень важно, знать, что тебя в жизни любят. А как вы думаете? Это важная очень опора, это могу точно сказать. Вот я всю жизнь и сейчас чувствую папину любовь. Его уже нет, но вот всё время какое-то вот ощущение близости. Потому что я уже немножко тронулся, конечно, но мне кажется, что вот он постоянно рядом, хочет меня иногда оградить от чего-то. А вот этот 20-летний, которому бы вы сказали, живи своей жизнью, чувствуй любовь, вот, с вашей точки зрения, он бы вас послушал? Ну, 20 лет в этом возрасте мало, кто кого слушает, вот, но вот папа меня, понимаете, он тоже настолько занудливый был, что он долбил, долбил в одну, значит, точку. Место, да? Да, Миша вспомнил про машину, вот мы почему-то такой был эмоциональный, накалываться страстей. Потому что вот он говорил, сынок, ты уже едешь больше 40, смотри, астрологи столбы мелькают. Я говорю, папа, да подожди ты, ну дай мне перестроиться, ну, сынок. Ну, ты знаешь, вот, когда вот всё, и вот всю дорогу, я думаю, ну, сейчас я выскочу на ходу и вот это прекратится. И вот так же, вот он в профессии что-то, вот он, поэтому 19, 20, 30, пока папа не стал, вот я всё время слушал. Меня это сначала заражало, а сейчас я понимаю, что я такой же хочу тоже вдолбить детям, жене, например, какие-то вещи, которые я знаю, что не справятся без этого. Слушайте своих родителей. Они хоть и бывают занудные, но всё равно они вдолбливают вас. Это от любви, конечно, от желания защитить, оградить. От любви. Я желаю вам просто от всей души оставаться занудой, если вы зануды. Да, я знаю. И чтобы вот всё получилось так, как вам хочется. Роли, работы, телефонные звонки, бесконечная востребованность, потому что мне кажется, что всё это возможно, и что всё это есть и будет. Ну, дай мне. Спасибо большое. Вы мне дайте точку опоры, я переверну весь мир. Выйти из тени знаменитых родителей задача не из лёгких. А ещё труднее научиться не доказывать всему миру, что ты другой и можешь куда больше, чем кажется окружающим. Андрею Леонову это удалось. Было сложно, но он справился. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...